Дом на улице Дружбы 12 заметно преображается. В рамках региональной программы здесь работы проводит Фонд капитального ремонта Московской области. В октябре начнут замену инженерных систем. Это трубы в подвале, стояки, отопление и канализация. Сейчас в работе фасад здания. Помимо штукатурки обновят межпанельные швы. По словам председателя Совета дома Любови Камаевой, при ремонте внимание уделяют и эстетике. Все для комфорта жителей. У нас полностью фасад будет капитально отремонтирован. И хотелось бы сделать наш фасад не просто отремонтированным, но еще и цветовую гамму выбрать. Повеселее, чтобы не унылые вот эти серые оттенки, а чтобы что-то было такое солнечное, что-то такое теплое. Актив дома вместе с представителями фонда капитального ремонта, строительного контроля администрации и депутатами проверили ход работ. Обсудили этапы ремонта, поговорили о пожеланиях и предложениях. Муниципальный депутат Юлия Мамай оказала содействие в вопросах организации капитального ремонта дома. Летом прошлого года первый раз ко мне обратилась инициативная группа жителей по улице Дружба 12 с вопросом о проведении общего собрания собственников. Нужна была и помощь, и консультация. И вот прошло уже второе собрание. Здесь активно работает совет дома. С самых первых дней он сформирован и он действительно рабочий. Активные инициативные жители. Чтобы в доме провели капитальный ремонт, необходимо принять и закрепить решение на общем собрании собственников жилья. По словам начальника управления ЖКХ администрации городского округа Химки Дмитрия Корнева, планы по обновлению жилого фонда в округе обширные. На сегодняшний день у нас в краткосрочную программу включено 44 дома многоквартирных, 8 кровель, 11 фасадов, 21 вид работы по внутренним инженерным коммуникациям и 50 – это замена лифтов. По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина налажена система взаимодействия между депутатами, управляющими организациями и жителями. Это позволяет улучшать городскую инфраструктуру и контролировать исполнение заявок, что отражает принцип губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Житель всегда прав. Елена Тараненко, Дмитрий Вочаров, Новости Химки ТВ.